Надо сказать, что первоначальный мой план разделить отдельно программный интерфейс и отдельно командный потерпел неудачу. Потому что, когда мы стали изучать всякие штуки на языке программирования C, для того, чтобы с ними общаться, с помощью них общаться с операционной системой, мы на самом деле увидели, что в качестве иллюстрации или в качестве подпорки или в качестве простого объяснения того, что мы можем сделать, то есть внезапно часто используется как раз командный интерфейс, то есть shell. И не только потому, что для меня shell превыснее, чем что бы то ни было, а еще и потому, что так получается, что то, что мы программируем, не важно на каком языке, а на самом деле на C или даже на более высоком уровне, он все равно представляет собой довольно большой кусок кода. А то, что мы делаем в командах, очень часто выражается в 1-2-3 команды. Вырождается или наоборот превращается, не знаю. Вот. Но это все чуть позже. Сегодняшняя лекция вводная. И вот мне очень понятно, что у нас будет на семинаре, но что-нибудь будет, я обещаю. И она посвящена как раз тому, что такое операционная система. Дальше мы будем делить опять кусочки лекции про C и программирование, потому что у нас есть еще должок на эту тему. И кусочки лекции, собственно, про архитектуру операционной системы. Ну, в общем, вот. Давайте вспомним. Это было в начале еще прошлого модуля относительно того, что вообще такое операционная система, зачем она нужна. У операционной системы, в общем, три цели. Изначально это слово появилось, когда появились первые большие компьютеры, у которых было много пользователей, больше, чем один. Которым надо было объяснить, как пользоваться, how to operate a computer. Как пользоваться компьютером. И вот систематизация вот этого самого operation получила название operation system. То есть изначально операционная система – это был некий инструментарий, некоторая методология использования компьютера. Со временем понятие трансформировалось, превратилось в такой род программного обеспечения. Правильное слово – обеспечение, кажется. И в операционной системе можно выделить три задачи, которые она решает, скажем так. Вот у нас есть компьютер без операционной системы, компьютер с операционной системой. Значит, компьютер с операционной системой облегчает или даже, собственно, сам решает три задачи, которые основные, которые могут возникнуть при использовании компьютера. Это унификация ресурсов компьютера, разделение доступа к ним и частичное журналирование или аккаунтинг, не знаю как правильно сказать. Короче говоря, учет использования этих ресурсов. В первую очередь с целью более или менее справедливого их распределения между теми субъектами, которых используют. А во вторую очередь, а может быть тоже в первую, чтобы можно было посмотреть, что с системой происходит. Журналирование, диагностика, вот это все. Короче говоря, информационная составляющая. Вот. Собственно говоря, этими тремя задачами по большому счету операционная система и исчерпывается. Вот. Потому что все остальное может быть, ну, условно за уши притянуто вот к этим трем задачам, а главное, чем дальше от, собственно, обеспечения удобной работы с ресурсами компьютера, непосредственно с самого компьютера, да, тем меньше соответствующий инструмент имеет отношение к операционной системе и больше к какому-нибудь прикладному, там, какому-то приложению прикладной программы. Вот. Когда мы говорим о ресурсах компьютера, мы имеем в виду, ну, грубо говоря, все то, из чего он состоит, но самые такие три большие части, когда говорим о ресурсах, это процессорное время, которое хотелось бы разделять между задачами. У нас было на лекции когда-то, когда мы говорили, что системы бывают без разделения времени, пакетные, да, они же с такой невытесняющей очередной многозадачностью. Есть системы с разделением времени, с вытесняющей многозадачностью, вот, ну и так дальше. Процессорное время. Оперативная память. Это то, что, во-первых, не хватает на всех. Во-вторых, как мы опять говорили, когда говорили про виртуальную память и про своппинг, про выгрузку страниц, в действительности то количество памяти, которое требует приложение, далеко не всегда в таком объеме нужно, и поэтому грамотная унификация доступа, разделение этого доступа и учет использования, это, конечно же, задача операционной системы. И третья, большая область, это всевозможные внешние устройства. С внешними устройствами такая фигня, что они могут быть, так сказать, параллельного использования, то есть все наши субъекты системы, все процессы, которые в ней работают, могут, например, хотеть пользоваться диском. Вот. Диском как железкой, то есть как внешним устройством, и диском, скажем, как файловой системой, то есть как некоторой абстракцией, которая предоставляется уже в виде, ну, как бы, вот, задача номер U, задача унификации операционной системы. Все равно мы можем захотеть пользоваться, там, не знаю, одним и тем же файлом, например, в нескольких процессах и так далее. Вот. Но, да, а бывает устройство, наоборот, так сказать, персонального пользования, точнее, однозадачное. Ну, например, вот я сейчас сижу перед веб-камерой, было бы довольно глупо разным процессом давать доступ к этой самой веб-камере, заставлять, значит, не так, разрешать им ею управлять и что-то такое, да, или там к микрофону, или к, не знаю, там, к колонкам. Вот. Несколько более интересная ситуация с графическими устройствами. С одной стороны, понятное дело, что все приложения, которые запущены в моем графическом десктопе, должны, дайте я погромче сделаю, я имею в виду побольше буквки, все приложения должны уметь, ну, скажем, рендерить трехмерку, да, отрисовывать всякие, значит, да, на экране всякие картинки, вот это все. А с другой стороны, бывают ситуации, когда доступ к этой штуке людям, приложениям лучше не давать. Типичная ситуация, это когда мы работаем на сервере, на машине удаленно. Вот, мы с вами работаем на нашем сервере практикума удаленно. Вот. Довольно странно было бы задействовать графическую карту для рендеринга одновременно всеми пользователями этой машины. То есть, это, наверное, можно сделать, но тогда как раз нужно написать специальную операционную систему, которая умеет вот эти услуги унифицировать возможности видеокарты по вычислению каких-то, значит, графических примитивов, предоставлять пользователю унифицированный доступ к функции вычисления графических примитивов, а также разделять этот доступ, потому что загрузить вычислительными задачами, что процессор, что видеокарту, как нечего делать, и вот это надо делать, уметь. Собственно, дальше тут планировался разговор как раз про то, про что я уже немножко поговорил. То есть, типичные свойства операционных систем, которые как раз решают задачи разделения унификации и учета доступа, это, с одной стороны, доступ к виртуальной памяти в случае многозадачности, когда у нас у каждого процесса своя собственная память и лимит на нее свой собственный. Могу даже, наверное, показать какие-то лимиты. Ну, кстати, у меня, у моих процессов никакого лимита нету, на самом деле, как это неудивительно. То есть, а вот по количеству процессов, например, у меня ограничения есть. Да, 4096% я могу запустить, а больше не могу, потому что иначе система просто загнется, если я буду миллионов запускать. Или, если на моей машине работает несколько пользователей, то, в общем, тоже. То же самое, скажем, по очередям, помните, мы с вами делали очереди, да? То же самое, скажем, по памяти, которая невыгружаемая. Вот. То есть, я могу залочить какое-то количество разделяемой памяти, но вот не больше, чем 4, сколько там, 4 гигабайта. Больше 4 гигабайта я сожрать ее не могу, иначе всем будет плохо. Ну, и так дальше, и так дальше. Какие-то лимиты, которые нужны для разделяемой многозадачности. Да, вытесняющей многозадачности. И виртуальная память туда же, да, как устройство изоляции, устройство разграничения доступа, ну, и так дальше. Мы, например, друг к дружке на память залезть совсем не можем, если только она не специально устроена как разделяемая. Но для этого, для того, чтобы память была разделяемой, есть специальная системная ручка в операционной системе, то есть специальный интерфейс. Ну, вот еще один пример, который я не приводил, это, вернее так, который не допривел, это то, что таким разделяемым ресурсом является файловая система на диске. И в этом смысле диск – это внешнее устройство, которое надо уметь разделять. На него наверчено очень много со стороны операционной системы, очень много всяких синтетических построений, что на диске лежит файловая система, что файлая система стоит из файлов, что такое файл, где лежат файлы. Вот. И фактически тот интерфейс, который предоставляет программисту операционная система для работы с файлами, он очень-очень высокоуровневый. То есть, ну, представьте себе, во что это должно превратиться. Вы читаете, допустим, 4 мегабайта из файла, в действительности это запрос на чтение серии, или несколько запросов на чтение серии 4-х килобайтных, или сколько там один сектор, вернее, один блок занимает максимальный кластер, 4-х килобайтных кластеров, которые находятся в разных местах этого самого диска, места этого диска, в которых находятся эти кластеры, соответствующие нашему файлу, определены в метаданных по этому файлу. Ну, короче говоря, наш простой интерфейс, который кажется очень низкоуровневым, на самом деле жутко высокого уровня по отношению к тому, как если бы мы читали сектора с диском. Вот. И это все за нас делает, для нас делает операционная система. Такие дела. И это что касается того, какие задачи решает операционная система, и что мы понимаем под ресурсами, когда говорим, что вот эти самые ресурсы надо разделять, унифицировать и учитывать. Здесь стоит вопрос. Ну, окей, значит, мы, наверное, поставили себе задачу сделать так. Да? Ну, в общем, не очень понятно, как к ней подходить. То есть, вернее, не так понятно, как к ней подходить. Существует, например, несколько железяк, у которых интерфейс управления разный, ну, скажем, жестких дисков. Да? Надо этот интерфейс управления сделать общим, потому что мы точно знаем, что у всех жестких дисков, в общем-то, все операции примерно одинаковые. Да? Значит, нам надо сделать одну одинаковую операцию со стороны операционной системы, научить пользователя, программиста, пользоваться этой самой функцией. Вот. А операционная система за нас будет превращать одну одинаковую функцию в разной, в зависимости от того, к какому типу внешнего устройства, к типу жесткого диска, мы ходим. Вот это все. То, что называется драйвер. Вот это все. Вот. Но прежде чем на этот счет разговаривать, давайте вспомним одно разделение, которое у нас как раз было в курсе по архитектуре. Как раз в тот момент, когда мы говорили про виртуальную память. Это разделение состоит в том, что у нас современные процессоры, практически все, могут работать, условно говоря, в двух режимах. Вообще, на самом деле, в большем количестве, но нас интересует для упрощения задачки два. В режиме, то, что называется, supervisor mode, в режиме супервизора, и в режиме пользовательском. Это еще принято называть kernel space и user space, тем более, что в некоторых процессорах, как мы видели в мипсе, понятие kernel space, оно такое немножко актуализированное. Да, там есть пространство адресов памяти, которому принадлежит ядру, пространство, которому принадлежит пользователь. Вот это все. Так вот, в общем случае, это, конечно, не так, потому что, ну, даже на современных мипсах это не совсем так. Вот. Но, тем не менее, есть два режима работы процессора. Я имею в виду разделение четкое по памяти. Не так, да? Не обязательно оно должно быть. Тем не менее, есть два режима работы процессора, в котором при выполнении соочередных инструкций можно выполнять вообще все инструкции, и это называется kernel space. Или можно выполнять только пользовательские инструкции, ограниченный набор, который называется user space. Постоянно высовывается зеленая штука под названием application. Я пока не хочу ее показать. Большинство операционных систем организовано таким образом, что та часть, которая критична к понятию изоляции или ограничения доступа, или принятия решений о доступе, или что-нибудь такое, она реализована исключительно в kernel space. Потому что, как мы помним, между kernel space и user space, между supervisor mode и user mode, есть аппаратная изоляция, и если мы выделили страничку памяти для данного процесса, то в другую память он полезть не сможет. Если мы данному процессу разрешили вызвать системный вызов, то напрямую полезть в соответствующее устройство он не может, только через ядро путем системного вызова и так далее. То есть, всякий раз, когда речь идет об разделении доступа, не важно каком, с точки зрения безопасности, с точки зрения, в смысле security, с точки зрения redundancy, то есть безопасности в том смысле, чтобы люди друг другу не мешали. И так дальше, не важно, как только речь идет о разделении доступа, предполагается, что такие вещи, вот здесь я, кстати, эту тему опустил, а зря, предполагается, что такие вещи должно делать ядро, а где речь идет о, собственно, предоставлении более удобного интерфейса к этому доступу, ну, скажем, какие-то более высокие уровни унификации, вот, то это, скорее всего, юзерспейс. По какой границе проводить вот это разделение на kernel space и юзерспейс? То есть, на supervisor mode, где можно выполнять вообще все команды, и на юзер мод, где можно выполнять только ограниченное число команд внутри своего виртуального адресного пространства, внутри своего и на большинстве случаев процессором поддерживаемого специального выделенного, процесса аппаратного задачи, не знаю, как правильно сказать, задачи, потому что слово процесс зарезировано в операционной системе под процессом. Короче говоря, где проводить это разделение? Есть три, как бы, на этот счет мнения, два из них полярные, и одна из них, в общем-то, не совсем правильная, а два других до сих пор друг с другом спорят. Мнение номер один неправильное. Все, что можно упихать в ядро, упихивается в ядро. То есть, большую часть логики и унификации происходит в Kernel Space. Это неправильное мнение имеет под собой одно важное соображение, которое может в некоторых случаях сделать его правильным. Почему, собственно, оно считается неправильным? Потому что, чем сложнее код, который выполняется в режиме, когда все можно, тем больше шансов, что он что-нибудь такое сделает, что ему формально можно, а на самом деле нельзя. Потому что мы его проэксплуатировали, взломали систему, потому что была ошибка, потому что что? То есть, чем больше мы предоставляем коду исключительно вправ, например, модификация страниц виртуальной памяти, например, произвольный доступ к произвольному устройству. Например, модификация таблицы процессов аппарата. Чем больше у нас таких прав, тем больше шансов, что наша операционная система, наше ядро превратится в тыкву, если произошла какая-то ошибка или какой-то недосмотр, намеренный эксплойт. Вот. Почему это все-таки имеет право на существование? Есть такие операционные системы, где все разделение доступа устроена совсем программно. Представим себе, что у нас есть одна единственная программа, которая крутится на нашем компьютере, разумеется, в режиме супервизора, в режиме ядра. И если мы хотим, чтобы наш компьютер начал делать что-то еще, мы, грубо говоря, с помощью специальных инструментов проверяем кусок кода, который этот компьютер должен делать еще, на полное соответствие и полную безопасность, ну, как полное, верифицируем, это не обязательно полное, и прикомпилируем его к этому исходному ядру, то есть, делаем ядро еще больше, запуская, добавляя в него в качестве составной части то, что мы можем назвать процессом. То есть, в результате получается, опять всего один процесс, только еще более сложный, еще более толстый, который выполняет в том числе то, чего мы хотим. И это происходит путем компиляции заново всего вот этого безобразия, которое работает на нашем компьютере. Этот подход хорош тем, когда у нас есть немереное количество ресурсов на верификацию, когда мы можем проверить программу практически любой сложности, нам нужно исключить любые ошибки, вот, потому что понятное дело, что если мы просто берем некоторый код, анализируем его внутренность и анализируем, пользуется ли он только установленным API, не нарушает ли он правил использования установленного API и так далее, короче говоря, если он всесторонне проверен на включение в это наше ядро, то мы использовали немереное количество ресурсов, то обеспечить безопасность при таком программном связывании проще, чем выдумывать какие-то протоколы, выдумывать какие-то ограничения, выдумывать какие-то промежуточные проверяющие, вот, написать одну безопасную программу проще, чем написать много безопасных программ, если, повторяю, у нас неограниченный ресурс по верификации, ну, или, скажем так, условно неограниченно. Во всех остальных случаях раздутие kernel space и, да, еще есть вариант, когда мы пишем супер-пупер как это, реал-тайм операционную систему, в которой все-все-все должно происходить строго по расписанию, в очень маленькие промежутки времени, вот это все. Тогда, быть может, нам тоже придется раздувать kernel space, потому что, опять же, по причине того, что один поток работает синхроннее, чем много поток. Вот и все. Два других подхода. Два других подхода, это типичное классическое монолитное ядро и так называемое микроядро. Чем они отличаются? Начну, наверное, с микроядра, хотя это более поздняя идея, ей так лет двадцать, наверное. Вот, микроядро, давайте даже приведу какой-нибудь пример, пример микроядра, типичный проект по созданию микроядра, это L4. Вот. Тут вот должно быть где-то картинка в Википедии. Вот. Значит, справа микроядро, слева классическое монолитное ядро. начну с микроядра, хотя тут справа налево пояснение, но с микроядром проще. Так, тут поступил вопрос, я тогда на него отвечу, потому что я еще не начал про это рассказывать. Смотрите, значит, вопрос такой, если мы запишем много проверок для Kernel Space, разве это не будет похоже на User Space? Да, разумеется, но идея состоит в том, как у вас взаимодействуют компоненты вашей операционной системы. В случае, если у нас в User Space запущен процесс, он пользуется ограниченным интерфейсом, собственно, программным, для того, чтобы лазить в Kernel, вот, достаточно небольшим, да, между ним и Kernel, собственно, стоит вот этот переход, переключение контекста и вот это все, вот, и поскольку большая часть тех вещей, которые процесс делать не должен, он просто не может делать, да, именно в этом главный, главный бонус выносить всякую логику в User Space. Если мы все напихиваем в Kernel Space, да, мы обмазываем огромным количеством проверок, но это проверки, например, вот что я забыл сказать, эти проверки, например, можно вынести на этап компиляции, вамбразим себе какой-нибудь жутко рестриктивный язык программирования, например, ADA, да, или C++ в какой-нибудь его очень жесткой ипостаси в смысле программинг полиси, там, не знаю, я сейчас не вспомню, какие бывают полиси на программирование на C++, но такие очень-очень жесткие. И мы напишем специальный чекер, который еще до компиляции будет проверять, мы пользуемся именно этим подмножеством C++ полиси, или мы пользуемся только разрешенными процедурами на Java, на ADA, да, после чего компилятор будет долго-долго жевать наш крутой статический типизированный язык программирования на предмет того, что мы не лазим ни в какую память, просто потому, что мы туда не лазим, после чего все это будет помещено в kernel space, и в kernel space останутся только какие-то базовые хардзинг-проверки, вот, а большая часть кода будет именно программно изолирована, вот, и вот это уже как раз та самая ситуация, когда у нас в действительности много ограничений, в действительности много проверок на этапе компиляции, много проверок в самом ядре, но весь код монолитно работает в ядре. Вот это я имел ввиду, когда говорил про, когда говорил про то, что программная изоляция внутри одного единственного пространства имен, да, это тоже может быть очень надежно, если у нас много, много ресурсов по проверке. Возвращаемся к разделению микроядра и монолитного ядра. Логичная структура, на самом деле, не классическая, логичная структура микрокернелл стоит справа. Смотрите, у нас есть аппаратный уровень. Это железки, и что они там о себе думают? У нас есть уровень, который выполняется в кернеллспейсе, который, в принципе, нельзя передоверить в юзерспейс. Что это такое? Это межпроцессное взаимодействие, это разделение памяти и оперирование виртуальными страницами, понятное дело, и это диспетчер с кедулем. Тут еще не написано, я бы еще приписал сюда непосредственное взаимодействие с управляющими регистрами внешних устройств. Вот в том виде, в котором, помните, мы во втором модуле в марсе писали, да, вот в регистре пальцами. Вот. То есть, такие действия, выполнение которых невозможно передоверить юзерспейсу. Да, эти действия должны, во-первых, они в принципе могут выполняться только в kernel space, сами по себе, аппаратно. Во-вторых, мы не можем разрешить их выполнять процессу, потому что иначе этот процесс, ну, по случайности, или там как-то, может что-нибудь не туда записать или его могут заставить не туда записать. Вот. Все остальные операции, а именно, собственно, библиотеки вызовы, логика, логика реализации, распределение памяти, логика реализации, диспетчера, логика работы драйвера внешнего устройства, да, логика, все это вынесено в юзер-спейс. То есть, фактически, мы можем написать драйвер внешнего устройства на каком-нибудь языке программирования таком, сравнительно эффективном, вот, запустить его в качестве процесса в юзер-спейсе, вот, и операционная система будет ходить к нему, чтобы у него спросить, а скажи мне, пожалуйста, операционная система, ядро, kernel space, будет ходить к нему, чтобы спросить его, а скажи мне, пожалуйста, вычисли мне, пожалуйста, вот там, какое смещение у этого диска, или вычисли мне, пожалуйста, вот тут пользователь хочет к файлу сходить, скажи мне, пожалуйста, ему можно ходить к этому файлу или нельзя. Логика. Реализация доступа остается в kernel моде, логика доступа выносится в юзер-спейс. Туда же выносится, разумеется, юнификация, туда же выносится все остальное. Вот такая красивая картинка справа, вот, тут немножко другие надписи, но вы меня поняли, чем она плоха. Почему у нас вместо картинки справа в подавляющем большинстве случаев существует картинка слева. Обратите внимание, чем она отличается. Мы вносим в kernel space не только сам факт осуществления доступа, но и логику его реализации. Например, не только доступ к внешним устройствам, к их регистрам, к их памяти, но и драйверы внешнего устройства, то есть юнифицирующий код, который мы уже можем вызывать какие-то команды этому драйверу. Вот. А вся унификация в kernel space. Не только предоставление доступа и разделение, переключение процессов, но и сам переключатель процессов, сам планировщик. не только операции по выделению памяти, но и логику этого выделения, не только, допустим, доступ к диску, но и саму файловую систему, драйвер файловой системы, все это включается в kernel space. Почему такая фигня? Ответ очень простой. Как всегда в наших лекциях, посвященных архитектуре, ответ на этот вопрос состоит в том, что развитие вычислительной техники решает актуальные на определенный промежуток времени задачи, актуальными на этот промежуток времени современными средствами, и потом лет 50 эти средства не меняются. Значит, что, собственно, получилось в случае, почему монолитное ядро до сих пор эффективнее, чем немонолитное. Был бы у нас сейчас чуть больше интерактив, я бы даже спросил. Но поскольку ждать ответа долго, я отвечу сам. Проблема в переключении контекста процесса, как это ни странно. Штука состоит в том, что поскольку контексты процесса придумали несколько позже, чем компьютеры, операция переключения из одного контекста в другой, например, из процесса юзерспейс в ядро и обратно. Эта операция очень дорогая. Вот. Значит, были попытки все переписать с нуля, тут мне дают комментарии, они приводят к идеально работающим сферическим операционным системам в полном вакууме. К сожалению, Legacy это такая штука, которая управляет компьютерами и вообще архитектурой вычислительных систем с момента их создания. Просто потому, что сделать то, что уже делали, намного дешевле и быстрее, чем то, что еще не делали. Вот. Так вот, проблема в переключении контекста. То есть, каждый контекст Switch, он приводит, ну, конечно же, к перегрузке регистров, к перекидыванию всяких там указателей, но самое страшное, к потере кэшей, или по крайней мере, к переключению контекста кэширования. Вот. То есть, фишка как раз состоит в том, что на современных процессорах микроядра работают очень фигово. Если у нас 100-500 миллионов переключений контекстов, на каждый чих, да, там мы, например, захотели прочитать из файла, прыгнули в ядро, ядро прыгнуло в драйвер, обратно, да, обратно в UserSpace. Драйвер прыгнул в ядро, ядро прыгнуло в драйвер, так они попрыгали раз 500, вот, и только потом приняли решение о том, как что делать. Вот, это 500 контекст-свичей, бешеное время. Вот, жрется на это немерено. То есть, выгоднее всю логику реализации разделения доступа упрятывать в Kernel Space, потому что логика эта штука сложная, ну и вот, да, мы страдаем, ну скажем так, платим за это дырами в операционных системах, дырами в ядрах, вот, но выиграем в производительности. Надо сказать, что, вот кажется, в проекте L4, который я показывал, был, а может быть, в его ответвлении, там были еще какие-то проекты на этот счет, был проект написания микроядра, то есть, вот ядра вот такой вот архитектуры, которая целиком влезает в один кэш. Вот, если ядро целиком влезает в один кэш, то можно как-то так обеспечить, чтобы оно оттуда вообще никогда не выгружалось, и тогда такие переключения контекста будут, ну как бы, скажем, в два раза эффективнее. Но чем это закончилось, я не помню. Я, понятное дело, что этот проект спонсировал какой-то из производителей процессоров, кажется, Intel. не скажу, что это чем-то закончилось. Ну вот, мы, собственно, вернемся к нашему барану. Это было отступление на тему, где заканчивается kernel space, начинается user space. Пока что буду рассказывать про классические архитектуры, ну потому что, потому что, потому. И тут возникает такая цепочка интересная, которая у нас в заголовок вынесена, которая стоит в следующем. Тут два разных списка, их тут плохо видно, что они разные, но вот. Предположим, у нас есть ядро, вот то самое, что работает в kernel space. Оно предоставляет какую-то унификацию доступа к внешним устройствам. На самом деле, это очень нефиговая унификация и очень нефиговое разделение, то есть, если нам кажется, что операции ядерные очень низкоуровневые, то в действительности они очень высокоуровневые по сравнению с тем, что на самом деле творится на процессоре. Это просто разница громаднейшая. Вот. Вот у нас, например, есть системный вызов клон, их там три разных, вот, который в основном используется только в ядре, мы им не пользуемся. Это системный вызов по порождению процесса. Он довольно хитрый, в нем много разных тонких параметров настройки порождения процесса. Мы можем заводить процессу отдельно стэк, например. Отдельно. Вот. Еще что-то делать. Мы можем явно задавать, кто считается родителем этого процесса. Короче говоря, довольно хитрый интерфейс, который пользуется в основном операционная система, ну или какие-то довольно-таки безбашенные люди, которые пишут таким образом программы прикладные, но редко. Большую часть, повторяю, унификации и разделения доступа именно на этом уровне и делается, несмотря на то, что он такой вот страшный и неудобный. Он удобный в том смысле, что он одинаковый. Как бы там дальше не было реализовано это самое порождение процесса, как бы там дальше не было реализовано, допустим, диспетчер процесса, нам все равно выдается системный вызов клон. Но мы им не пользуемся, потому что вокруг этого системного вызова написаны обертки собственно библиотека Lipsy, в которой есть гораздо более удобные функции, вызывающие в результате все тот же клон. В частности, функция fork это и есть обертка над этим самым клоном. Она, как видите, весьма удобная, у нее вообще нет никаких параметров, она только возвращает кто отец, кто сын, ну, мы помните из практики, как это делается. Ну, или какой-нибудь экзек, да. Та же самая картина, он там тоже обертка вокруг чего, там сейчас посмотрим вокруг чего, вокруг системного экзек VE, да, более хитрого. вот, у него много разных вариантов этого самого экзека, такой, сякой, с поиском в пути, без поиска в пути, это все плюшечки, которые нам предоставляет как раз обертка, вот эта самая, вокруг системного вызова, чтобы нам было удобно писать программу. Ну, кстати, сказать, есть такой ныне слегка забытый системный вызов дема. есть тут такой системный вызов дема, слегка забытый, он что делает, он не просто форкает процесс, он, во-первых, может закрыть и по умолчанию закрывает все его потоки ввода-вывода, чтобы, значит, не мешать. Вот, по умолчанию меняет текущий каталог на корень, чтобы, опять-таки, не было никаких сомнений в том, что этот процессор абсолютно изолирован от всего происходящего, вот, и ни на что не влияет. На самом деле он еще некоторое количество вещей делает, по-моему, он еще должен отключиться от терминальной группы, процесса группы, еще что-то, ну, короче, делает. Такой вот системный вызов, который, в конце концов, превращается в вызов все того же клона, но с каким-то специфическим параметом. Вот. таким образом мы можем написать всевозможные программки с использованием этих самых обернутых системных вызовов довольно легко, и мы с вами это делали на практике, уже написали их в количестве. То, что мы с вами написали, это практически такие прототипы того, что в этой, скажем так, в этой антологии называется утилитами. Утилиты это такие программы, которые написаны для того, чтобы удобно использовать системные вызовы. К сожалению, пример fork.exe не очень удобен в плане утилит, потому что, ну, скажем, какой-нибудь, там, не знаю, вот вывод интереснее смотреть, что утилиты делают. Но, тем не менее, мы с вами знаем, что утилита или те программы, которые мы с вами писали, помните, мы писали программу копирования, программу этого самого, удаления файла, вот это все. Утилита это на самом деле такая программа, которая вызывает один или несколько системных вызовов удобным для пользователя способом. Если же все-таки продолжать тему fork.exe например, есть утилита env, которая позволяет запустить программу типа fork и при этом описать, какие переменные окружения ей передавать в окружение, какие нет. Мы с вами помним, что fork передает все, даже открытые файлы. А вот env передает не все. Это такая утилита, которая на самом деле приводит все к тому же фонку, которая приводит все к тому же клону, но она еще делает дополнительные удобные для нас штуки, например, когда мы хотим запустить некоторую утилиту, которая не лезет к нам в хом, вообще не знает где он, или когда мы хотим передать ей. Короче, часто используемая штука. Обычно она используется, чтобы в целях безопасности просто обнулить все переменные окружения, за исключением быть может того холма, а то мало ли что. Вот. Или, например, утилита xarx. Вот я, может быть, сейчас приведу даже пример утилиты, утилиты, которая... Вот. Пример утилиты, ну, допустим, xarx. Давайте посмотрим яуман, который позволяет запустить команду, а на вход ей подается список чего-нибудь относительно чего эта команда будет запускаться. Давайте посмотрим какой-нибудь пример. смотрите. Find, как вы помните, утилита Find, вот, кстати, еще одна утилита, которая работает с всего лишь с теми самыми вызовами, а не с кого-нибудь. Помните, мы даже что-то подобное писали. Вот. Find с какими-то параметрами фильтрующей, а потом возьмем и удалим все, что этот Find нашел. Вот. Или, допустим, какой-нибудь кат ему сделаем, ну, вот что-нибудь такое. Давайте пример приведу. Так, тут у меня два экранчика, один лишний. А вот этот можно, наверное, привести. Да, Find, ну, не знаю. А, тут много. О, Find Find Utils. А тут мало. Хоча? Вот. Вот утилита Find, которая просто ищет файлы по такому шаблону. А вот теперь мы скажем, что всем этим файлам надо, ну, не знаю, head минус один. Вот, пожалуйста, что у нас произошло? У нас утилита Xarx на вход получила список файлов. Ну, ей на самом деле все равно список чего на вход получать. Просто она запустит утилиту head минус один в качестве дополнительного параметра которой будет передана один из строчек, вернее, одно из слов, которое получено Xarx на вход. Вот. Вот такая уже достаточно хитрая утилита для того, чтобы пользоваться все теми же системным вызовами, как вы понимаете, вообразить себе, что именно делает Xarx, что именно делает Find, как нечего делать. Смотрите, вопрос, где можно почитать исходники чего-то, из чего состоит Linux-система, это вообще не вопрос. Мы об этом, кстати, будем говорить в конце этого модуля, но в принципе у всех утилит, которые в Linux-системе стоят, за исключением вот этой. В моем случае, по крайней мере. У всех у них есть доступные исходники. Вот. Сейчас посмотрим. Find Utils. Вот, если вы зайдете по этому адресу, вы увидите страничку, посвященную проекту Find Utils, и там будут ссылки на исходники. Верьте мне. Вот. Значит, так, у нас время немножко поджимает, осталось 20 минут. Окей. Как вы видите, одних утилит недостаточно. Потому что даже когда я привожу примеры этих самых утилит, я пользуюсь специальной программой, которая называется Shell, которая служит мне как пускач этих утилит, то есть как такая штука, с помощью которой мы можем эти программки запускать, пользоваться их выводом, делать при направлении ввода вывода, как я делал вот здесь в случае XArx, вот это вот. То есть делать какие-то штуки, как-то склеивать запуск этих утилит в одно. Вот. И это как бы следующий уровень. Следующий уровень состоит в том, что мы тут, кстати, пропущен еще один слой. Следующий уровень состоит в том, что мы пишем специальную программу, она называется Shell, которая позволяет не только запускать все эти наши утилиты, простые программки, удобным образом предостающие нам доступ к библиотечным вызовам, предостающие нам доступ к системным вызовам, ну и так далее. Но еще и комбинировать их. То есть собственно Shell переводится как оболочка, это некая такая обмазывательная структура, с помощью которой можно объединять эти бесконечные команды, коих у нас тысячи в Linux, в некие последовательности, в некоторые скрипты. Мало того, что Shell удобен, мы об этом поговорим отдельно, для использования в качестве интерпретатора командной строки, он еще является высокоуровневым языком программирования, то есть фактически на Shell можно написать все что угодно, особенно если это все что угодно относится к манипуляции системными объектами, файлами, управлением системой, изменением текстовых файлов поточных, как мы это видели в лекции по регулярным выражениям и так далее. То есть мы делаем оболочку, интегратор такой для этих утилит, вот, и на этом интеграторе можно писать так называемые скрипты, у нас на это тоже была сценарий, у нас тоже была на этот счет лекция, когда мы писали сценарий для Shell, для Python, для произвольного интерпретатора, вот это все. С учетом того, что Shell это язык программирования, если нам хватит времени, мы даже на нем попрограммируем в этом модуле, это в общем задача решаемая. Единственная проблема, на которой, собственно, заканчивается вся вот эта архитектура, состоит в том, что Shell все-таки очень медленный. Он предназначен для скриптования, он предназначен для решения каких-то админских задач, но он, разумеется, не предназначен для того, чтобы написать на нем какие-то высоконагруженные сервисы, даже низконагруженные. Ну, то есть, конечно, есть такая категория спортсменов, которые соревнуются по написанию там, не знаю, веб-сервера на Shell или на ВК, там, еще какой-то ерунды на Shell, но, в принципе, так не делаю. Понятное дело, что нормальные, большие проекты надо писать на таких языках программирования, под которых существует нормальная дисциплина программирования больших проектов. И если эти большие проекты не являются такими совершенно закрытыми жевателями данных, такими совершенно закрытыми приложениями, то, скорее всего, они тоже будут пользоваться вот этими интерфейсами системы, библиотеками, еще чем-то. Вот. И мне это пришло в голову только сегодня, представлять собой что-то вроде таких безразмерных Shell скриптов. мы знаем, как решить нашу задачу, писали-писали на Shell, потом поняли, что нет, нельзя писать это на Shell. Выбросили все это как прототип и написали это на каком-то более эффективном языке программирования, если это такая толстая задача, то там на питоне на каком-нибудь, а если это задача системная, то на C на каком-нибудь. И нам внезапно, вместо вот этих удобных командочек Shell, а мы с вами помним, что, например, при направлении ввода-вывода в Shell, это просто песня, она же сказка по сравнению с другими языками. Про эту сказку придется замыть и все-таки пользоваться какими-то более многословными, но более адекватными нашему языку структурами. И получится у нас некая большая программа, которая решает большой класс задач. Вот. Эта программа может быть чисто пользовательская, называться приложением, а может быть частью операционной системы, и тогда она внезапно называется демоном. Вот. Про демон есть история, я не помню, рассказывал я ее на лекции или нет, но я ее люблю и расскажу. Значит, слово демон означает буквально в Linux-системах такую программу, которая постоянно присутствует в памяти, ничего не делает, пока ее не попросишь, или делает время от времени. Ну, любая там какой-нибудь, не знаю, там служба, которая, допустим, выполняет задания по расписанию, или какой-нибудь веб-сервер, что угодно. То есть, это не утилита в том смысле, что мы ее не запускаем, ее, скорее всего, запускает операционная система. Это не библиотека в том смысле, что это настоящая большая программа, которая что-то делает, и, скорее всего, это не shell script, потому что, если он делает много, то, как мы только что говорили, удобнее написать на нормальном языке программирования. Нечто, что болтается в памяти, с чем мы можем общаться, только специально обратившись к нему, ну, например, через сокет открытый, вот, или послав ему сигнал, демону этому самому, вот, после чего он действительно начинает работать. Вот. Или по сети, например, можем управлять. Начну для смеха с конца. Значит, слово демон, разумеется, вызвало в уме американских программистов совершенно однозначной ассоциации. Вот так выглядят демоны. Это, кстати, маскоты, как минимум, трех операционных систем, один из, правда, старый, который есть на свете, семейство BSD. Как видите, это типичный черт с рогами. Настолько типичный, что довольно широко распространенная операционная система при BSD в Штатах получила отрицательный пиар от церковных кругов за то, что в ней черти. Им пришлось переделывать маскот, правда, они об этом не говорили, переделывать маскот таким образом, чтобы он не был как черт с рогами. Вот, они сделали конкурс, в котором, кстати, победил наш соотечественник. Значит, этот конкурс выиграл, по всем статьям выиграл очень правильный маскот, который совсем не черт с рогами и очень хорошо узнаваемый, очень хорошо выглядит в черно-белой печати и так дальше. Вот, некая ржака состоит в том, что вот он этот маскот. Ну, то есть, нет, формально это ничего с рогами, нет. Это шарик с двумя ручками, правда? На сегодняшний день маскот операционной системы FreeSD вот такой. Мне кажется, это гениально было, народ так радовался. Короче, никакого отношения к демонам люнуксовые демоны не имеют. это на самом деле слово, которое в русском переводе переводится как даймон. Даймон это такое изобретение то ли Сократа, то ли Платона. Когда мы читаем Платона сократически, все эти циклы, мы не знаем, кто первый, врет он или нет, но неважно. Значит, Сократ утверждал, что у него есть такой божественный помощник, даймон, который хорошо к нему относится, служит каким-то передатчиком туда, в сообщество богов желаний Платона, ну, Сократа, но никогда сам лично ему не помогает, а помогает только если попросишь. Вот. За наличие этого даймона, кстати, сказать, некоторые такие реформаторы церкви даже пытались Платона и Сократом на пару причислить к протохристианам. Вот. Ну, я в этом плохо разбираюсь, бог бы с ним, но идея состоит в том, что в действительности вот эта вот сущность, которая постоянно присутствует, сама не вмешивается, работает по запросу, общаться с которой можно только через специально выделенные интерфейсы, там, сокет, молитва, не знаю. Вот. Это и есть даймон, это и есть то, о чем идет речь, это и есть подавляющее большинство технологий, которые до недавнего времени подавляющее большинство технологий, которые используются в людных системах, которые, собственно, почему-то изображаются как черт с рогами. Собственно, у нас пришло время показать вот этот красивый цветочек. Вот. Жирным и розовым у нас выделены Kernel Space. В ядре современных операционных систем есть так называемые модули, оно чуть менее, чем полностью из них состоит. Нет, соврал, но чуть больше, чем наполовину, это точно. Вот. Модуль это такая логика ядра, которая туда встраивается по необходимости. Помните, мы говорили о программном связывании? Вот модули это ровно оно. Хотим мы, чтобы у нас распознавалась файл система какая-то заковыристая, Amiga OS какая-нибудь файл системы. Подгружаем модуль, который его распознает. Не хотим, не подгружаем. Хотим, чтобы наше ядро там работало с жесткими дисками такого-то типа. Подгружается модуль жесткие диски такого-то типа, он же драйвер. Не хотим, не подгружаем. То есть, это такая перекомпоновка. Разумеется, ни о какой перекомпиляции речь не идет. Перекомпоновка ядра, в которой есть монолитная часть, которая выглядит как вот такая вот фигоминка. И наборная часть. Наборная часть это те модули, которые в данный момент в ядре присутствуют. Ну вот давайте посмотрим, какие модули присутствуют в данный момент в ядре операционной системы, которой я пользуюсь. Вот они. То есть, помимо, тут много, прям реально много. Значит, помимо собственной ядра, как видите, оно укомплектовано подгруженными в реальном времени в процессе загрузки операционной системы довольно большим количеством модулей. Ну, не буду перечислять все их, правда, тут много. Ну, например, вот это драйвер явно видеокарты, а нет, чипсет, нет, ну, видеокарты, да. Вот. Вот это, например, драйвера звука, да. Вот это, например, модуль, который общается с EFI под системой аппаратной загрузки, да. Это модуль IPTables, который занимается сетевой фильтрацией, вот. Это штуки, которые работают с USB, ну, и так дальше, и так дальше. Ну, то есть, вы меня понимаете. Вот это драйвер сетевой карты, вот, вот это модуль, который образует бридж, вот, это драйвер Wi-Fi, ну, в общем, вы меня поняли. Слово драйвер, в данном случае, я, может быть, расскажу про это. К сожалению, не описывает всех возможностей, возможных ситуаций, когда у нас в операционной системе появляется драйвер в Linux. К сожалению, в Linux нет выделенного слова драйвер. В данном случае, слово драйвер я использую в таком оперативном, что ли, смысле. Это такая штука, без которой у нас железяка не работает, а с которой она работает. Вот. Вот, драйвер Wi-Fi, это такая штука, без которой Wi-Fi не работает, а с которой работает. В данном случае, драйвер Wi-Fi оформлен как ядерный модуль, то есть, как штука, которая работает в Kernel Space. Вот такой цветочек. Все остальное можно рассказать. Единственное, что, тут еще появились такие лепесточки по названию Application, не вполне понятно, чем они отличаются от Utility. Правильный ответ, ничем. классификация, разделение программ на прикладные и системные, как вы понимаете, очень условная. В случае Linux она условная от слова совсем. Просто если, скажем так, некая софтина, чем бы она не являлась, драйвером, модулем ядра, то бишь, демоном, утилитой, и неважно чем, участвует вот в этом условном процессе упрощения нашей работы с компьютером и унификации разделения доступа и учета ресурсов, то ее можно назвать частью операционной системы и тогда она утилита. А если она решает чисто пользовательские задачи, ну там вот броузер, например, то она, наверное, предложение по отношению к этой операционной системе. Я умолчу о том, что броузер сам по себе операционная система, но это отдельно совершенно темно. Эта классификация достаточно такая нечеткая, но, наверное, есть какой-то набор утилит, типа тех же Find Utils, которые я вам показывал, без которых операционная система будет работать сложно, а есть набор утилит, без которых, в общем, операционная система вполне себе будет работать, если вы только не захотите, чтобы она делала именно это. Что такое Shell, о котором пойдет речь на следующей лекции? Во-первых, как мы с вами уже видели, это такая штука, с помощью которой мы подаем команды операционной системы. И здесь разные, значит, Shell на свете много разных, и тут удобство, разумеется, в рамках того, что есть такая понятие, как интерфейс командной строки, удобство подачи этих команд притерпело всевозможные интересные изменения, начиная с того, что сам по себе шел удобная штука, но мы с вами помним, что вот такая вот операция, написанная на хи, она занимает там 40 строк, да? Вот это вот закрытие, переоткрытие, форк, экзек, вот эта вот вся ерунда. Вот. То есть Shell именно как интерфейс управления операционной системой, предназначенный, разумеется, для запуска, в первую очередь, команд, предоставляет довольно много интересных штук при направлении ввода-вывода. Вторая, пожалуй, важная фишка Shell состоит в том, что вот его интерфейс командной строки, да, команда-ответ, команда-ответ, включает в себя понятие команда. И вот это понятие команда в случае Shell, это либо внутренние команды Shell самого, вот, значит, либо внутренние команды Shell самого, либо, что удивительно, или неудивительно, все утилиты, которые у нас есть, да, мы помним, что у нас есть переменное окружение path, в которой переписаны все каталоги, где могут лежать наши бинарники, об этом тоже была лекция. И, соответственно, когда мы говорим Shell, Shell выполни команду, он говорит, так, слушайте, во-первых, это не моя команда, во-вторых, никакой такой команды в окружающем мире тоже нету, значит, такой нету вообще, то есть, ни в одном из этих путей команда сгавт, сгавт, сгавт не лежит. Вот. А если мы возьмем какую-нибудь команду, которая там лежит, ну, не знаю, там, какую угодно. Какую? Какую? Ху. Тут много Джорджи на этом компьютере одновременно работает. вот. То, как бы, кстати, где она? Вот она. Вот, кстати, команда Type, это встроенная команда Shell, кажется, которая ищет, кстати, а может быть и нет. Да, это встроенная команда Shell, которая говорит нам, а что, собственно, за команду мы подаем. Вот. Соответственно, содержимое всех этих каталогов, а их там, этих файлов, очень много. Вас. Содержимое всех этих каталогов, это, в общем, и есть те команды, которыми мы можем пользоваться, их дофига. Как интерпретатор командной строки, Shell содержит много всяких плюшек. Одно из них я только что при вас воспользовался. Это достраивание. Когда я говорю вот так вот. И думаю так, ну что, или там он говорит, слушайте, есть 211 команд, 71 строчка, которая начинается на букву R. Вы точно хотите их увидеть? Я говорю, не, не хочу. Давайте, скажем так, ре. Вот. Что я делаю? Я жму на tab. Достраивание сделается с помощью магической, магической, магической клавиши tab. Я начинаю набирать что-то, нажимаю tab, и мне показываются несколько вариантов достраивания. Достраивание бывает умное. Например, если я наберу, начинаю набирать команду git и набираю минус, то вместо того, чтобы показывать файлы, Shell мне показывает самые популярные ключи гитара. Причем, как видите, он контекстно разный. Да? Для разных команд он будет показывать разные ключи. И это довольно мощный инструмент достраивания. Про него мы поговорим отдельно. Что еще удобного в командной строке? Редактор командной строки. Казалось бы, ну что тут можно придумать? Но как видите, у меня, например, стоит расширение в моем компьютере, которое раскрашивает нашу командную строчку на предмет того, значит, что из этого команда, что из этого параметр, что из этого шаблон. Смотрите. Шаблон серенький. Что из этого ключ, ну и так дальше. Что из этого команды, которая не существует. Я тут обнаружил, кстати, один, как это, короче говоря, я обнаружил случаи, когда это неудобно, но боюсь, что у меня не хватит времени, чтобы объяснить, в чем этот случай заключается. Вот. То есть, такие штуки. Редактор командной строки, как я уже говорил, казалось бы, очень простой, но, например, я забиндил давным-давно вот это вот я делаю поезжа поеждал. Обычно так не делается. Обычно там Ctrl-B, по-моему, или нет, Ctrl-F, нет, не помню, врать не буду. Или Escape-B. Да, вот Escape-B и Escape-F. Вот. Но это неудобно, а поезжа поеждал он очень удобный, но Home-End, конечно, тоже. Вот. То есть, вы можете настроить, как вы хотите по удобству командной строки. Поиск в истории, да, тоже такая штука очень удобная. Я могу начать, начать набирать какую-то команду, а она мне покажет. Я про все это расскажу отдельно. Это была, как я уже говорил, реклама. Вот. Значит, интерпретатор командной строки. Нельзя сказать, что вообще сама идея командной строки идеальна и удобна для всего. Об этом мы поговорим в следующий раз. Но как интерпретатор командной строки Shell очень-очень-очень сильно приспособен. Следующая выипостась это язык программирования. Значит, Shell Script может выглядеть довольно круто. Ну, например, ну, не знаю, какой-нибудь Shell Script вам показать. Ну, вот простейший Shell Script. Простейший Shell Script. А-а-а, это АВК Скрипт. Неинтересно. Это на другом языке программирования. Ну, вот. А вот простейший Shell Script, который простейший такой, да, который лучше вот так сказать, да, который ведает запуском нескольких экземпляров подсистемы запуска исполнения виндовых программ под Линуксом, который называется Vine. Вот. Как видите, в нем есть циклы, в нем есть оператор, вот цикл, пожалуйста, в нем есть оператор Switch, очень удобный, все переменные в Shell целочисленные, в нем есть арифметические выражения, в нем есть, естественно, условные операторы, в нем есть переменные все строки, как я сказал, в нем есть что еще? разумеется, в нем есть запуск программы, в нем есть такая штука, как запуск программы и подстановка внутрь выражения результата запущенной этой программы. Вот. Вот это вот мы запускаем команду DelArg с вот такими параметрами, после чего в качестве текст, который является результатом этой подстановки, передается дальше программе этой самой DECLINE. То есть это не просто язык программирования, но он еще довольно замороченный, как видно по этому тексту, но правда это я так пишу, может быть люди нормальные программируют более человеческим ходом. Вот. Он довольно замороченный и очень сильно адаптирован к тому, чтобы писать на нем такие вещи, как, значит, так, нам пора заканчивать, видимо. Такие вещи, как управление системой. Скрипты, как видите, большая часть, кстати, этих самых Shell скрипта это запуск других программ и обработка результатов их работ. Вот. И это третий постайс Shell, на чем, собственно, я сейчас закончу, а именно, что мы не только программируем, это не просто программирование, это такое программирование, которое предназначено для склейки воедино различных результатов работы различных утилит, ну и команд. вот. Собственно, я заканчиваю, потому что у нас через 5 минут семинар уже начнется, ну может быть через 10 для того, чтобы я отдохнул. Вот. Значит, что я хотел сказать? Ну, может быть, какие-то вопросы, я по-быстрому попробую на них ответить, но, видимо, нет, потому что вопросы были в процессе, как я и просил, спасибо, кто задавал вопросы. Значит, из всего того, вот, что я хотел сказать, из всего того, о чем говорилось здесь, самыми загадочными для нас являются внутренности ядра, но про них мы много говорить не будем, потому что они большие, да? И то, как из этого всего делается большая операционная система, да? То есть, операционная система это не просто ядро, это не просто вот эта вот ромашка. Операционная система это комплект из ядра, утилит, демонов и логики их взаимодействия. Вот, логика этого взаимодействия мы будем заниматься весь оставшийся семестр, вот, модуль, но, естественно, будем не забывать программировать на C и, скорее всего, на Shell тоже. Вот, на чем, собственно, всем спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...